Жить вообще невозможно. Рамы все гнилые, и у нас вместо рам стоит фанера. Вместо рам фанера, вместо жилища аттракционного жевания, вместо переселения – обещания. Когда в 2016-м дом признали аварийным, вспоминают люди, потерпеть просили до 2021 года. Но пятилетка на исходе, а на горизонте замаячила еще одна. Мне Тюрин пишет ответ, там дальше есть, что переселить в 2025 году. Сроки переселения, но мы до 2025 года здесь не проживем. Подводит не только крепость стен, давно переставших быть крепостью. Коммуникации изношены настолько, что привычное для городского жителя водоснабжение тоже превращается в квест. Особенно для семьи с пятерыми детьми от 2 до 14 лет. Воды порой нету, ни горячей, ни холодной. У нас все отключают постоянно. Она течет вообще еле-еле. Зимой там детей не помыть, ничего, потому что приходится ходить через коридор. Дети постоянно болеют. Дети вот в этом коридоре уже неоднократно ноги ломали. Потому что там полы все проваливаются и ходить просто невозможно. Дети ломают ноги, взрослые голову. Как донести до чиновников бедственность своего положения? Пачка писем в разные инстанции. В ответ непреклонная «мы ознакомились, вы ждите». В поисках содействия обратились к благотворительным фондам. Через суд было признано, что этот дом аварийный. Администрация города не выполняет решение суда. В связи с чем мы усматриваем это нарушение закона федерального. И нежелание исполнять своих обязательств перед гражданами. Общественным организациям проблема, брошенных на произвол судьбы людей, оказалась ближе и понятнее, чем ответственным городским чиновникам. Но решить вопрос способны только представители власти. Общественники не могут и не обязаны. Специалисты отдела переселения из аварийных домов поясняют, дом на Герасимово должны были расселить в 2021-2022 годах по региональной программе. Дом по улице Герасимово из областной программы, которая была принята в 2018 году в отсутствие федерального законодательства, был перенесен в программу с федеральной поддержкой. Соответственно, здесь учитывалось критерии даты признания дома аварийным. Поэтому до 2025 года в рамках действия национального проекта данные дома будут расселены. Коррективы внес нацпроект «Жилье и городская среда», сняв с плеч регионального бюджета необходимость расселения в следующем году. Регион получит финансовую поддержку в решении вопроса. Хорошо ли это для обитателей аварийного фонда – вопрос риторический. Переписать действующий закон они не могут. Вера Мещерякова, Евгений Луковкин, Бахтияр Салтанов, репортер 73.